Цифры прозвучали сегодня убедительно. И так, в минувшем году на 9,5% вырос объем инвестиций. Размер финансовых в Ливане в экономику района составил 3,4 млрд тенге. Это отразилось на росте промышленного производства, которое выросло до 1,5 млрд тенге. Позволило обеспечить выполнение трех госпрограмм поддержки сельхозтоваропроизводителей, улучшить работу в социальном направлении. Бюджет освоен на 99,6%. Оказывается, поддержка предпринимателям. В данной сфере работают 5,450 человек. Это 45% экономически активных жителей района. За прошлый год предпринимателям из всех источников финансирования были выданы кредиты на сумму 509 млн. В 2015 году 315. В целях развития семейных форм занятий в этом прошлом году 79 человек получили кредит на сумму 1082 млн. тенге. В районе осуществляют деятельность 4 племенных хозяйства. Планируется создание репродуктора на тысячу голов крупного рогатого скота и овец отборных пород. На сельхозугодиях выращиваются зерновые и бобовые культуры. Урожайность в минувшем сезоне составила 12 сантиметров с гектара. Также в районе стараются обеспечивать местное население рабочими местами. В минувшем году уровень безработицы не превысил прежних отметок. В текущем году с начала года у нас в целом по району трудоустроено 92 человек. Из них 58 – это молодежь до 29 лет. Также у нас было направлено на трехмесячные курсы краткосрочные по семи специальностям. 70 безработных направлено. Из них у нас 38 – это молодежь до 29 лет. И также у нас целевые группы были направлены. Из них у нас люди, которые состоящие на учете пробации, многодетные матери, малобеспеченные семьи. Были направлены на трехкосрочные курсы. Охват дошкольным образованием в районе почти достиг 100% отметки. К интернету подключены 25 школ. Укрепление материально-технической базы учебных заведений обошлось бюджету в 41 миллион тенге. В текущем году запланировано строительство школы на 320 мест. К сентябрю объект будет сдан в эксплуатацию. Что касается инфраструктуры, то в 2016 году в Хабде построено 10 коммунальных жилых домов и 55 частных. Газификация района осуществлена на 43%. Качественной питьевой водой обеспечены больше половины всех населенных пунктов. Ирина Гудес, Алексей Уразов, программа «Факт».